Добрый вечер! Что объединяет виртуальную реальность и фитотуризм? Туристические проекты более 40 алтайских организаций увидели гости выставки Интурмаркет-2019. Она завершает работу сегодня, но подводить итоги пока рано. Неизвестные отравили собак в барнаульском приюте Ласка. У следователей есть двое подозреваемых в живодерстве. 280 вопросов и цель достигнута. Барнаулиц обыграл знатоков программы «Что, где, когда», что заставило их не на шутку задуматься. Работа главного канализационного коллектора в Рубцовске возобновлена в штатном режиме. О ситуации на аппаратном совещании в правительстве края подробно рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гелев. На сегодня из-за ограничений для потребителей только ограничения проезда легкового транспорта по этому месту, для того, чтобы не мешать осуществлению работы. Общественный транспорт там ходит. Риска обрушения в этом месте автомобильной дороги на сегодня нет, потому что, повторюсь, наложен саркофаг, что залито все бетоном. В части потребителей никаких нарушений водоснабжения и водоотведения на сегодня в городе Рубцовске по этой части нет. Я напомню, 4 марта произошло обрушение главного канализационного коллектора Рубцовска. Коллектор был проложен в 1965 году и на сегодняшний день его износ составляет 100%. Объект принадлежит Рубцовскому водоканалу. У предприятия 200 миллионов долгов по налогам. В зону аварии попали 115 многоквартирных домов, 6 детских садов, 3 школы, 2 детско-юношеские спортивные школы. На время аварийных работ они были подключены на другой коллектор. По словам Ивана Гелева, сейчас необходимо проложить 100 метров новых труб. Чтобы полностью решить проблему изношенного канализационного коллектора в Рубцовске, необходима сумма в 500 миллионов рублей. У меня к вам просьба тогда и поручение. Надо этим вопросом заняться предметно, исходя из того, что никакого там концессионера не появится. И никто внешне не придет и нас не спасет. Это наше собственное дело. Самого Рубцовска и, естественно, под присмотром и при поддержке краевых властей. Сделаем нормальный план, начнем его реализовывать. Появится частный интерес, он только должен ситуацию улучшить. Сейчас на площади Ленина специалисты уже приступили к земляным работам. Начали готовить приямки для проведения прокопа методом горизонтального направления бурения. Движение общественного транспорта планируется оставить без изменений, а личного будет перекрываться по схеме, утвержденной ГИБДД. Штраф за переработку за рулем. Добираться от пункта А в пункт Б всем профессиональным водителям скоро придется с соблюдением режима труда. Новые правки в закон от тахографов ведут в конце этого года. Подробнее о нововведениях и штрафах для нарушителей расскажем далее. Пломбировка завершена. Можно устанавливать тахограф. Отведено для него место. Установить, опломбировать и на техосмотр. Тахограф позволяет отслеживать соблюдение режима труда и отдыха. Приборы с ноября этого года должны будут стоять у каждого профессионального водителя в автомобиле. В 2018 году в России началась активная работа по изменению требований законодательства в области контроля режимов труда и отдыха водителей. Изменения, которые на сегодняшний момент грядут, они касаются всех эксплуатантов, перевозчиков, собственников транспортных средств, у которых, скажем, транспортные средства с полной массой более 3,5 тонн, и всех собственников автобусов. Согласно нововведениям, нужно будет проводить за рулем не более 9 часов в сутки. Два раза в неделю управлять транспортным средством можно не 9, а 10 часов. А каждые 4,5 часа водитель должен делать перерыв. Работать без выходных теперь будет нельзя вовсе. Минимум один день отдыха в неделю. Также Минтранс опубликовал проект изменений в правила проведения техосмотра. Будет проверяться состояние тахографического оборудования, его исправность, наличие пломб. Чтобы начать отсчет часов каждой рабочей смены, нужно активировать аппарат. Для этого необходимо вставить персональную карту водителя. Ее нужно заказывать каждые 3 года. Пластиковая карта – это ключ, с помощью которого водитель имеет доступ к тахографу. Она хранит информацию о режиме труда и отдыха водителя. Бывает 2 вида карт водителя. Это карта для европейского тахографа и карта для тахографа с блоком из КЗИ. Стоит тахограф от 5 до 40 тысяч рублей. Не дешевое удовольствие. Но без него ездить скоро будет нельзя вовсе, иначе штраф. Не все водители рады такому нововведению. 10 часов бывает, 8 часов и больше, и меньше. Это разно. Чем больше работаешь, тем лучше. Вот сейчас вы сколько ездите в сутки, примерно? 7 часов. Но я в городе просто езди. Я думаю, здесь по городу он не нужен абсолютно. Ну, зачем? Я же говорю, вот точек у нас 40, допустим, точек. Они идут через каждые, там, ну, бывает, 300 метров. Сейчас в гору поднимусь и пойду там по больницам. Ну, короче, там хватит отдыхать. По первому требованию сотрудников ГИБДД нужно будет предъявить информацию о графике работы за рулем автомобиля. Кстати, недавно прошел профилактический рейд. Проверка автобусов на техническое состояние транспорта. Смотрели и наличие тахографов. Это большая ответственность перевозить пассажиров. И водители должны это понимать и, соответственно, соблюдать правила дорожного движения. И соблюдать режим труда и отдыха, чтобы не случилось несчастья, уснуть на дороге, не заметить какую-то опасность, вовремя среагировать. За управление грузовым или пассажирским автомобилем без тахографа водителя ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы от 7 до 10 тысяч. Для юридических от 20 до 50 тысяч рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 ноября этого года. Яна Аксенова, Анна Муратова, Елена Лопатина, Михаил Лифуншан, Дмитрий Козерлыга. Новости. Неизвестные отравили собак в барнаульском приюте «Ласка». По словам его сотрудников, через забор на территорию приюта, где обитают собаки, закинули отравленную колбасу. В итоге умерли 7 животных. Еще 3 бесследно пропали. Все подробности у Анастасии Борисовой. Сегодня банда обживается на новом месте. Еще три дня назад в этой будке ютилась ночка. Власке она ждала своего хозяина 9 лет. Вместе с ней теперь никогда не попадут в добрые руки еще 6 приютских собак. В субботу их нашли здесь мертвыми. Все они съели отраву. Чудом спасся кадрус. Ливерную колбасу с ядом он почему-то пробовать не стал. 9 лет, что мы тут. У нас даже просто никогда мысли не было, что нам надо, оказывается, обезопасить от внешнего мира этих несчастных животных, что нам надо тут воздвигнуть какие-то, не знаю, там, заборы 4-метровые, да, везде камеры там понавешать или еще что-то. Мы очень надеемся, что сейчас благодаря там наличию видеокамеры, соседей и так далее, следственные органы, они разберутся с этим делом. Такое массовое убийство в Ласке впервые. Мучительная смерть наступила у собак практически мгновенно. Всего одной таблетки достаточно, чтобы погубить животное. В кусках подброшенной колбасы таких было как минимум 3. Спустя полчаса животных спасти было уже невозможно. Доза убийственная. Кто-то был в судорогах, кто-то уже умер. То есть слишком поздно, так скажем, нашли. Вот это у меня в руках остатки куски колбасы, которые мы обнаружили на территории. Здесь грамотно запихана таблетка. Оказалось, убийственные для собак таблетки без рецепта отпускать нельзя. Мы решили проверить, все ли продавцы соблюдают закон и устроили рейд с сотрудниками приюта. Во всех аптеках этого препарата не оказалось. Но и перед тем, как искать его на складе, рецепт у нас никто не спросил. Так где преступник нашел ядовитые для собак таблетки, сейчас выясняет следствие. Убийце грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Анастасия Борисова, Михаил Ильфуншан. Новости. Сегодня 14-я международная туристическая выставка завершает свою работу. На ней свои туристические возможности представили более 70 регионов России. В том числе Алтайский край. Туристский потенциал региона представили более 40 организаций. Чем удивляло гостей, житница Сибири знает Яна Аксенова. Таким зажигательным шоу приветствовали участники студии танца Лариса, гостей выставки Интурмаркет. Чтобы Алтайский край уж точно запомнили. Туристический потенциал региона представили более 40 организаций. Туроператоры, санатории, ремесленники и товаропроизводители. То, как мы представлены сегодня на Интурмаркете, это такое логическое продолжение тех традиций, которые были заложены в прошлые годы. Конечно, мы вносим изменения, переформатируем, пробуем что-то новое. С одной стороны, мы несколько уменьшили площадь экспозиции. С другой стороны, мы постарались сделать все так, чтобы это более способствовало установлению деловых контактов. Из любой точки мира можно в считанные секунды попасть в столицу Алтайского края. Стоит надеть шлем, и вы перемещаетесь в историческую часть Барнаула на Демидовскую площадь. Такую разработку представила на Интурмаркете Екатерина Молодецкая, ученица детского технопарка «Кванториум-22». Мы решили, давайте сделаем архитектурный проект. И где же может быть самое красивое место? Мы выбрали Демидовскую площадь, потому что здесь очень много важных исторических объектов. Мы реконструировали серебро-плавильный завод, усадьбу Крупцов-Шедриных. Стенд нашего региона привлек множество гостей. Его посетила и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она подчеркнула, необходимо развивать инфраструктуру Белокурихи-2. Новый туркластер продолжит традиции курорта Белокурихи, который знают и любят россияне. Мы не первый год работаем в Алтайском крае. Это и замечательный курорт, который любим россиянами. Уникальное место, уникальное по своим климатическим условиям. Сегодня и доступность этого курорта, благодаря близости нового аэропорта, обеспечивается. И, конечно, уникальная база и лечебная база прежде всего. Гастротуризм – одно из главных направлений, представленных на стенде Алтайского края. Участники отмечают, с годами среди гостей появляется все больше людей с профессиональным подходом, которые точно знают, чего хотят. И сегодня уже общались с рядами ребят, которым это интересно, которые готовы использовать наши продукты в своем творчестве, в своем бизнесе. То есть мы производим растительные экстракты. Сегодня подходили шефы, сегодня подходили ребята, организаторы ПИР в Москве. Поэтому там метроэкспо. Уже седьмой год Алтайский край выступает стратегическим партнером международной туристической выставки. Свои уникальные возможности на главной выставочной площадке туриндустрии страны демонстрируют сегодня 42 организации региона. Итог работы можно будет подвести в конце сезона, когда договоренности реализуются на практике. Но уже сейчас можно сказать, что интерес к Алтаю большой. Как у российских, так и у европейских туристов. Яна Аксенова, Дмитрий Козерлыга. Новости. А сейчас о погоде. Мощная волна тепла придет в Алтайский край со стороны республики Казахстан. Заметное повышение температуры жителей региона заметят уже в среду, 13 марта. В южных районах столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Такая погода продержится в регионе вплоть до 17 марта. В краевой столице будет чуть холоднее. Подробнее о прогнозе погоды в Барнауле узнаете далее. Во вторник, 12 марта, температура воздуха в Барнауле прогреется до минус 1, плюс 1 градуса. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Пройдет небольшой снег. В среду, 13 марта, без осадков. Утром изморозит туман. Днем будет плюс 1, плюс 6 градусов тепла. Ветер южный. К концу рабочей недели, 14 марта, будет плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Соревнования на силу, песни и угощения – обязательные элементы масленичных гуляний. Традиционный русский праздник провели в парке спорта в краевой столице. О том, как проводили зиму в Барнауле, расскажем далее. Пропоем мы вам частушки, мы на праздник к вам пришли. Мы веселые ребята, очень даже хороши. Получить сушку за частушку, показать свою силу и, конечно же, отведать блинов. Самая русская масленица – событие, которое соединяет традиции и привносит новое в этот праздник. Русское радио «Барнаул» совместно с парком спорта второй год подряд проводит масленичные гуляния. В этом году мы увеличили зоны активности. У нас есть катание на пони, у нас есть упряжки с хаской, у нас традиционные русские забавы – это поднимание гей. Ну и, конечно же, это канат не как у всех. На скорость мужчины раздеваются, поднимаются на скорость, чтобы выиграть очень крутые и классные подарки от наших партнеров. На скорость соревновались и дети, только словами. На площадке русского радио «Барнаул» мальчики и девочки упражнялись в прочтении скороговорок. Лучшие получили призы от радиостанции. Поучаствовать в масленичных забавах пришли более 4 тысяч человек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Это действительно значимое событие для нашего города, потому что мы находимся в индустриальном районе, и здесь это район спальня, здесь много новостроек, много жителей, которые приходят к нам ежегодно. И на широкую ногу провожают зиму-зимушку. Причем в парке спорта собрались не только барнаульцы. Из Первомайского района приехал масленичный десант. Своими традиционными костюмами и не менее яркой выставкой они привлекали внимание толпы. Мы со своими выставками, у нас есть прекрасные мастера, которые плетут из лозы, которые делают банты канзаши. То есть мы Барнаулу, нашему Алтайскому краю показываем наше творчество. Это любимый традиционный праздник, который вообще нужен для души и для всех. Очень хорошее настроение. Вчера были в Ново-Терышкино, но я скажу, что наша барнаульская масленица ничем не хуже. Да, здесь очень хорошо. Смотрите, сколько веселых людей. Всем все нравится. Праздник удался. Праздник закончился традиционным сожжением чучела. Тем самым барнаульцы объявили конец зиме и поприветствовали начало теплой весны. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. Житель Барнаула обыграл знатоков что, где, когда и получил 60 тысяч рублей. Ни один из участников интеллектуальной игры не смог ответить на вопрос нашего земляка, какое из самых важных изобретений тысячелетия в 1945 году создала финка Майя Гепхарт. Она изобрела шкаф для сушки посуды. 2-0. 2-0 пользователей зрителей. 60 тысяч рублей получит Антон Новоселов. Два года назад Антон поставил себе цель, чтобы его вопрос прозвучал в передаче «Что, где, когда». За это время барнаулиц написал 380 вопросов, тщательно изучал живопись, кино, историю и спорт. Признается, всего пришлось прочитать около 900 статей. Выигрыш барнаулиц планирует потратить на семейное путешествие. Мой вопрос – это один из 1-2 миллионов на программу, которую выбираются, попал. Потому что если в программу смотришь в прямом эфире, даже на 13-й сектор, который зрители посылают, приходит порядка 250 тысяч вопросов за одну игру. Жена говорила, давай заканчивай с этим, все равно от этого толку не будет, ты не сыграешь. Но как-то я верил и получилось. И в конце коротко о спорте. Сегодня на Зимней универсиаде в Красноярске в лыжных гонках прошел масс-старт на 15 километров у женщин. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартовала под третьим номером в группе россиянок. На протяжении всей дистанции наша спортсменка оставалась в числе лидирующей группы. В итоге весь подиум вновь завоевали лыжницы из России. Чемпионкой соревнований стала Алиса Жамбалова. Второй финишировала Екатерина Смирнова, ну а третий закончила гонку наша Яна Кирпиченко. Эта бронза стала четвертой медалью для Яны на универсиаде. До этого были две бронзовых и одна золотая награда. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера. Смотрите телеканал Катунь-24. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...